Герои, которые предлагает культура, каждая героя, ценности, скажем даже так, которые предлагает каждая культура, определяются, они вступают в соревнования с ценностями других культур, и планета решает, кто побеждает. То есть некий спорт, спорт как голосование, как рынок свободный, вообще в том числе и регулирует отношение к искусству, к культуре, к искусству и кино. И поэтому, это вот мое тоже такое системное очень философское убеждение, что выбирая американское кино, планета выбирает цивилизацию, культуру, которую она считает сильнейшей на сегодня. И отказываясь принимать какие-то ценности другой культуры, она также ставит приговор этой культуре. То есть это идет такое соревнование, не просто поделок, киноподелок, это соревнование ценностей идет. И вот ценности, страшную вещь скажу, потом вырежете, что ценности наши, российские, не интересны, не котируются, они не являются привлекательными. И когда ты начинаешь в них разбираться, это лучше и вам даже не слышать, если вы люди верующие, но я скажу, как человек жестокий, они связаны, ты копаешься и ты понимаешь, почему они не привлекательны. Потому что они делают ставку на человека покорного, послушного, лишенного амбиций, гордости, которую называют презрительно гордыней. Это не интересный человек, он не привлекателен, и он действительно эволюционно тупиков. То есть система ценностей, предложенная определенной культурой, не буду называть ее вслух, очень давно на аравийских землях придуманная совершенно, ну и очень далекая изначально, она, конечно, не дает этого человека, которым хотят быть сегодня, который будет рваться, мечтать, отодвигая старших, прошлых, рваться вперед, идти. Его все это придавливает, ну там фильм «Орда», я посмотрел, надо быть последним, надо быть, чтобы тебя в землю тебя бросят, вот тебя истопчут, и тебя пометом, да, он же там топил вот этими пометом сушеным, тебя измажут, и вот почти умрешь, вот тогда, вот теперь ты последний, да, нет никого хуже тебя. Ну вот теперь я тебе помогу, потому что я так хочу, а не ты так хочешь. То есть это абсолютное лишение человека надежды на то, что он сам своей волей, своими амбициями чего-то добьется. Это тупиковая культура, а это мое мнение, может так не относиться. И поэтому она не привлекательна просто, когда мы даем этого героя, что я, знаете что, я готов умереть, ой, слушай, не надо такого, а я готов победить, стать самым крутым. О, я тоже. И это ведет человека вперед, это соответствует его, потому что когда он сидит за рулем, он способен на многое, на все. Когда кто-то сидит, а ему главное, ну, правильно, а правильно я делаю, неправильно, правильно, неправильно, все, это система не работает, это вопрос системный. Поэтому как материалист я вот так, так это наблюдаю.